Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это обзор игры South Park The Fractured But Whole. Затянул я с обзором, но хотелось пройти всё-таки игру, и, как всегда, в начале любых моих обзоров говорю, рекомендую я эту игру или нет. Если вы фанат мультфильма South Park, то, несомненно, без вариантов надо играть, получите удовольствие. А вот для всех остальных есть вопросы, есть вопросы, к сожалению. Кстати, в конце этого видеообзора я объявлю конкурс, и его победитель получит первую игру из этой серии. Южный парк Палка Истины, но условия в конце. Так вот, проблема новой игры, во-первых, в отсутствии новизны, а во-вторых, по-моему, в малом количестве юмора. Мне почему-то пеняют, что я люблю Южный парк, хотя, по-моему, этот мультсериал очень неплохая сатира, причём умная на современную жизнь. Они всегда идут в фарватере последних событий. И, в принципе, что касается всяких сюжетных поворотов, ну, собственно, за что и отвечали создатели Южного парка, Трэд Паркера и Мэтт Стоун, тут всё нормально. То есть, ты себя всё равно ощущаешь внутри серии этого мультика, но при этом ещё и можешь управлять юнитами и как-то влиять на происходящее. Проблема со всем остальным. Если бы не было первой части, то вторая, конечно, была бы офигенна, не спорю. Но есть первая часть, и мы сравниваем с ней. И у The Fractured But Whole, по сравнению с The Stick of Truth, проблема с юмором и темпом игры. Если первую часть я прошёл за три вечера, не потому что она короткая, ну, она нормальной длины, просто в ней было интересно находиться, то эту часть я недели две проходил, как-то заставляя себя в неё возвращаться. А для такой вот именно юморной, не претендующей на серьёзный геймплей игры, это, конечно, очень и очень неправильно. А самое главное, юмор и шутки, самое главное для Южного Парка, здесь какие-то очень прямолинейные, и всё завязано, извините, на жопу. Я понимаю, что название заставляет. Вообще, если дословно переводить, то The Fractured But Whole это значит сломленный, но целый, или разобранный, но целый, или разломанный, но целый. Но за счёт игры слов, то есть если воспринимать название только на слух, его можно перевести как трещина в задницу. И это очень точно описывает то, что происходит в игре, потому что ваш главный герой обладает суперспособностями, которые завязаны на пердёж и использование вашей несчастной попки. Да, в первой части подобное тоже было, но в очень малых дозах и в тему. А тут, извините, вообще все суперспособности на это завязаны. Вам надо вскрыть кодовый замок, приходит Баттерс и запихивает вам хомячка в анус, и вы его выпуливаете в скопление проводов, где его коротит. Вам надо убрать лаву с дороги, приходит Стэн, запихивает вам шланг в задницу, и вы с помощью своих внутренних резервов выдуваете всё с дороги. Ну и так далее. И если бы это было один раз реализовано, это ещё можно посмеяться, но так как это постоянно надо проделывать, то через пару-тройку раз эта фигня начинает задалбывать. И то вот эти идеи суперспособностей, хомячок в жопе или там летание на воздушном змее, используя пердёжные газы, сами по себе не особо смешны. В первой части, например, мы вообще ходили по прямой кишке одного из героев для того, чтобы встретиться там, вообще одного из героев, по прямой кишке мистера Мазохиста, для того, чтобы встретиться там с умершими душами животных, которых туда запихали. Вот это очень такая злая, едкая сатира. И нас не заставляли это делать постоянно, это один из эпизодов игры. Здесь же, извините, постоянно выпёрживать хомячка — это юмор на уровне 13-14 лет. Ну ладно юмор, сама по себе вот эта игровая механика задалбывает. Эти анимации по минуте для того, чтобы пройти какую-то головоломку. Изменили боевую систему. Если в первой части вы просто по очереди ходили, и бой напоминал чем-то скорее Disciples, когда вы стоите, ну юниты стоят на месте, не передвигаются, то во второй части это скорее больше герои. То есть, извините за такое сравнение, конечно. Игровое поле поделено на клетки, вы можете перемещаться, у вас способности действуют в определённом радиусе, в определённых направлениях. Но игра-то всё равно не про бои. Это не тактическая стратегия, согласитесь. И поэтому, опять же, во второй части бои через некоторое время начинают напрягать. Тем более, что никакой сложности они не представляют. То есть, вы опять думаете, а, блин, опять надо с кем-то подраться, прекрасно понимая, что вы этот бой выиграете в любом случае. Я играл на высоком уровне сложности, там можно менять в процессе игры. Они отличаются только тем, что у соперников больше хитпоинтов становится. Так что нету смысла на самом деле повышать этот уровень сложности. Играйте на обычном, и вы просто будете их быстрее убивать, и игра будет казаться легче. Не в плане сложности, а вот в плане желания в неё играть. Я не считаю правильным, что для такой игры, как Южный парк, надо было усложнять бой. Сюжет прикольный, то есть она как бы продолжает сюжет первой игры. И, напомню, в палке истины все вот эти главные герои Южного парка как бы играют в фэнтези. Там есть эльфы, есть волшебники. А в начале второй части Картман решает, что пришло время супергероев, и как бы дети начинают играть уже в супергероев. То есть тут появляются всякие еноты, мистерионы. Ну, я думаю, знакомые многим зрителям Южного парка по сериям. Главный злодей тут, конечно, забавный. При том, что вы с середины игры знаете, кто главный злодей, но он продолжает всячески от этого отпираться, хотя видно это невооруженным глазом. Это такая параллель, по-моему, с современной политической жизнью земного шара. Это видео выходит при поддержке глобальной космической браузерной стратегии console.war.ru Ненавязчивость геймплея, забавная атмосфера, множество отсылок к современной мем-культуре. Вот некоторые положительные черты этой игры. К тому же финансовые вложения тут ничего не решают. Заходите в console.war.ru и используйте волшебную фразу «Лёша играет». То есть, в принципе, здесь много всего интересного, и не скажешь, что игра плоха. Просто если бы не было первой части, она была бы отличная. Но есть первая часть. И вот реально, если вы не играли в «Полку истины», то лучше сыграть в неё. Вот честно вам скажу, чем в «The Fractured Butthole». Она, по-моему, и смешнее, и динамичнее, и не надоедает так быстро. Если в первой части там надо было вам чин-покамоны собирать, и друзей находить, и это как-то было связано с игрой, то в этой части нам дают уже совсем какие-то тупые задания. То есть, например, развесить плакаты с фотографией психолога в полицейском участке. Просто для того, чтобы дать нам какое-то задание. Это по-хорошему с игрой, в принципе, никак не связано. Или собрать все яой-картинки с Твиком и Крейгом. Ну, они сами по себе, конечно, прикольные, да, вот это. И обыгрывается, опять же, то, что все носятся с геями, и вообще, и с детьми, в данном случае, это дети геи. Но в игру это все равно никак не интегрировано в меняемое. Ты просто ходишь по местам и их собираешь. С одной стороны, сделали систему крафта, то есть вы можете всякое разное создавать, а с другой стороны, это никакой сложности не добавило, а скорее лишней возни. Убрали всякие характеристики с одежды, то есть теперь вы одежду меняете только ради своего личного вкуса. Вот хочется вам так ходить, пожалуйста. Ну и таким образом сбор этой одежды, опять же, превратился в ничего не значащую рутину. А увеличение ваших способностей происходит только за счет определенных артефактов. У вас есть несколько ячеек артефактов, в которые вы вставляете найденные вещи, и за счет этого увеличивается ваша мощь. То есть ролевую систему упростили по максимуму. И по-хорошему, South Park The Fractured Butthole, это скорее квест, чем ролевая игра. Да и головоломки здесь откровенно несложные. Ну, прямо скажем, и в полке истине они несложные. Но прикол игры не в том, чтобы нам было сложно, а чтобы нам было весело, смешно. А как я уже до этого говорил, решение головоломок в этой части Южного парка превращается в рутину, которая начинает реально бесить к концу игры. Потому что вы знаете, что вам надо сделать, но это занимает столько времени, что просто хочется отложить джойстик и не продолжать игру. Да, у всех персонажей есть четыре способности во время боя. Для своего персонажа вы их даже можете всячески комбинировать, какие-то убирать, какие-то добавлять в процессе прохождения. Это похоже на ту же Доту или League of Legends, то есть три основных и ульт, так называемый. Так вот, с ультом тоже проблема, потому что его тоже промотать никак нельзя. Это довольно долгая видеозаставка, и если первые несколько раз для каждого персонажа это интересно посмотреть, то есть вы даже специально будете ультить разными персонажами, чтобы посмотреть на эти видео, то насмотревшись, вам будет опять же хотеться эти видео просто пропустить. А фиг не получится. Я словил себя на том, что я просто перестаю ультами уже пользоваться, чисто для того, чтобы эти мультики не смотреть. И это при том, что игру откладывали аж на год. Она должна была выйти еще прошлой осенью. И вот из-за таких ошибок геймдизайна видно, почему ее откладывали. Явно она была очень недоделанной. Кстати, здесь в игре много и технических проблем. Я не понимаю, почему игра, сделанная на том же движке, который не тормозил три года назад, почему-то сейчас начинает и притормаживать, и плохо загружаться. У многих была проблема черного экрана. Что такое надо было с ним сделать, чтобы подобное произошло? Были опасения, что игра будет меньше по сравнению с первой частью? Нет. Я считаю, что продолжительность вполне приемлема. Даже, по-моему, ощущение, что контента больше. Но, опять же, повторю, скорее это ощущение того, что он скучноват. Поэтому и кажется, что игра дольше длится. И вообще, вот ощущение, что атмосфера в этой части похуже. Меньше всяких мелочей, отсылок к самому мультсериалу. И шутки, я повторю, здесь какие-то просто мерзкие. Одно дело, когда шутит мерзко сериал, но это всегда сатира на что-то. А вот, например, не знаю, это считать спойлером или нет, вам надо будет в один момент в игре приготовить коктейль для бармена, чтобы он отлучился куда-нибудь. Ну и там, сблеванул, наверное. Так вот, этот коктейль состоит из мохито, куда вы сыпите отраву для мышей, находите сперму, туда запихиваете и пердите в него. Вот это сатира на что? И что в этом смешного, я не очень понимаю. То есть, если в игре есть мерзотный момент и от него не смешно, то это очень-очень плохо для подобной игры. Вот, знаете, такое ощущение, что в какой-то момент дизайнеры игры решили, что не хватает в ней контента и стали запихивать всякое не смешное. Ну или смешное, по их мнению, в их странном чувстве юмора. Ведь Южный парк не просто так стал знаменитым, а потому что у создателей оригинальное чувство юмора, которое многим нравится. И здесь оно проглядывается, видимо, в тех местах, где они этим занимались. И в игре куча хороших моментов, действительно, и там и Морган, и Фриман, и Твиг с Крейгом, и возможность выбирать разных напарников. Ну это в первой части было, но здесь это намного-намного шире, и они намного разнообразнее, чем в первой части. Но все равно этого мало. Тем не менее, я уверен, что поиграть в эту игру стоит. И я, как и говорил в начале, поставлю игре рекомендую. Но с очень-очень большими натяжками. Покупать ее, наверное, стоит только если на распродаже, потому что вот дороговато она стоит, по моему мнению. Ну а вам хочу сказать, что не забудьте заглянуть на consolewar.ru и перехожу, собственно, к конкурсу. Если вы хотите получить в Стиме игру «Южный парк. Палка правды», размещайте это видео где-то в интернете, там, в социальных своих сетях, на форумах, где вы часто бываете. Ну, в любом случае, чтобы это увидели другие люди. И не просто размещайте, а с сопроводительным текстом. Можете рассказать, как вам нравится мой канал, можете рассказать, как вам нравится «Южный парк». Или, наоборот, не нравится. Тут абсолютно не важно. Положительный текст отрицательный. Может, вы не согласны с моей рецензией на эту игру и это напишите. Здесь важно, чтобы мнение было оригинальным. После чего кидайте ссылку на то место, где вы разместили это видео, здесь, в комментариях под видео. Только не волнуйтесь, что ваша ссылка сразу не появляется, потому что на YouTube стоит спам-фильтр от прочих ссылок. Но я эти ссылки все равно вижу и одобрю, и они через некоторое время таки появятся. И, предположим, через неделю я подведу идок этого конкурса и самому интересному, по моему мнению, описанию выдам игру. Единственное, предупрежу, по ограничениям Стима, эта игра может только жителям бывших стран СНГ подойти. Так что, если вы где-то за рубежом, не знаю, запустится ли она у вас, фиг знает. Ну, а теперь все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что засорели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы царили до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Субтитры сделал DimaTorzok Okay, admit it, my lord. You got some potential.